на библейский портал экзегет пришел вопрос слышит ли бог молитвы живущих во грехе господь всех слышит конечно и живущих во грехе и кающихся и благочестивых людей бог вообще слышит воздыхание всей твари даже не только людей слышит дыхание всех живущих потому что он творец и создатель нашего мира и людей и всех он жалеет и в особенности конечно род человеческий за который он пришел и распялся за кого пришел и распялся господь за грешников поэтому грешники не должны терять надежды на великое милосердие божие конечно нужно исправляться и если этот вопрос о том исполняет ли просьбы господь тех кто живет во грехе тот кто грешит можно так ответить на эти вопросы господь слышит каждого но исполняет только то что полезно человеку если грешнику не полезно исполнение его просьбы и просит он не на добро а на зло так кстати говоря в священном писании и говорится прости и не получаете потому что просите не на добро и вот если в том случае если мы просим о господь предвидя что исполнение этой просьбы обернется для человека чем-то не очень хорошим не исполняет эту просьбу то мы не должны огорчаться мы должны знать что господь предвидя что-нибудь впереди он бережет нас от чего-то поэтому если грешник молится об исправлении собственных грехов как например молился святой пророк псалмопевец давид помилуй меня боже появится и милости твои по множеству щедротове это знаменитый пятидесятый псалом который каждый грешник конечно должен читать и молиться вот если также молится и наш современник грешный но конечно господь его слышит как слышал пророка и псалмопевца давида но в том случае если грешник не раскаивается если грешник продолжает жить во грехе то встает вопрос а почему он не исправляется потому что он не хочет или потому что он не может вот например есть такие люди которые сожительствуют друг с другом не находясь в браке и кто-то из них может называть даже себя православным человеком и надеяться на то что впоследствии когда-то они повенчаются обручаться пойдут в загс распишутся одним словом брак их будет уже настоящим вот слышит ли бог молитвы того человека который продолжает жить в этом беззаконном сожительстве в том случае если или женщина или мужчина обращается к богу с просьбой избавить от этого греха таким образом чтобы привести к настоящему браку в заключению брака в церкви то конечно господь слышит этого человека более того так именно и надо молиться но для этого нужно на время для до того когда брак уже будет настоящим когда его можно будет назвать настоящим все-таки разойтись в стороны и дождаться настоящего брака вот тогда господь не только услышит но и будет содействовать и способствовать нашему деланию к деланию нашему господь присоединяет свою всемогущую силу и наоборот его всемогущая сила направляет нас к тому чтобы мы действовали в том направлении в котором должен действовать любой православный христианин так что ответ на этот вопрос да господь слышит слышит каждого не у каждого он исполняет все его пожелания но то что господь делает в связи с нашими просьбами связи с нашими молитвами всегда идет нам на благо внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и